Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Добрый вечер, Гомель» в студии Александр Гамоля и Светлана Князева. Сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен красивому осеннему празднику – Дню Учителя. По-моему, это всеобщий праздник. Во-первых, это праздник учителей, ну а во-вторых, учеников, потому что у каждого из нас по жизни были наставники. И где бы мы ни находились, чем бы мы ни занимались в этот день, мы в обязательном порядке находим минутку для звонка учителю. Итак, мы начинаем праздничный выпуск программы «Добрый вечер, Гомель», посвященный Дню Учителя. В первое воскресенье октября в нашей стране принято поздравлять учителей с их профессиональным праздником. Более ста стран отмечают этот праздник у себя на родине. Проходит он по-разному, но главное одно – это день благодарности за заботу, любовь и самоотверженный труд. Учительский труд действительно самоотверженный, а главное – он результативный. На августовской педагогической конференции в этом году директор департамента контроля качества образования Министерства образования Владимир Зданович отметил, что в Гомельской области уровень образования учителей самый высокий по стране. Как итог многочисленные достижения, о которых мы хотим поговорить с начальником управления образования Гомельского облсполкома Сергеем Ивановичем Порошиным. Как раз сейчас он находится с нами на прямой связи. Сергей Иванович, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Иванович. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Светлана. Сергей Иванович, перед тем, как задать вам несколько вопросов, мы хотели бы вас поздравить с Днем Учителя. Знаем, вы начинали карьеру воспитателем в одной из школ-интернате. Поэтому желаем вам крепкого здоровья. Хотим, чтобы сил и энергии хватало для принятия верных управленческих решений. И, конечно же, желаем благополучия всей вашей семье. Спасибо большое. Очень приятно слышать такие прекрасные слова. И мне вспоминаются первые дни своей работы на педагогическом поприще. Я с теплотой и вниманием всегда отношусь к своим преподавателям, которые меня научили в университете педагогической практики, мастерству. И своим учителям, которые поддерживали в первые дни работу в качестве сначала воспитателем, а затем дальше и учителям, и завучим, и так далее. Профессия учитель – это звучит гордо. Во все времена она удостаивалась самой высокой оценки. Скажите, пожалуйста, а как сегодня, чем сегодня могут гордиться наши преподаватели, педагоги Гомельской области? Сегодня педагоги Гомельской области есть чем гордиться. Третий год подряд Гомельская область удерживает лидирующие позиции по качеству знаний. Ребята, участники Республиканской олимпиады, показали прекрасные результаты. И мы сравнялись практически по качеству знаний с ребятами Минска и лицея БГУ. 22 диплома первых степеней в городе Минске, 22 в Гомельской области и 24 в лицее Белорусского государственного университета. Это говорит о качестве образования Гомельской области. Хорошо выглядит Гомельская область на международных олимпиадах. Все ребята, которые принимают участие, не возвращаются без наград. И в этом году нам приятно, что учащиеся города Гомеля, 51-й гимназии, 14-й гимназии показали блестящие результаты, привезли золотые и бронзовые медали. Сергей Иванович, мы знаем, качество образовательного процесса на Гомельщине, да и в целом по стране с каждым годом улучшается. Какие решения на местном уровне принимаются для поддержания этой тенденции? Меняются ли условия работы учителей? Может быть, какими-то планами вам хотелось бы поделиться с телезрителями? В первую очередь, я хотел бы поблагодарить нашего губернатора Владимира Андреевича Дворника за то, что он поддерживает образование области и морально, и материально. Благодаря решениям губернатора у нас есть сегодня возможность с целью повышения качества знания проводить селекторные видеоуроки для учителей-предметников. Сегодня улучшается материально-техническая база, и все делается для того, чтобы создать комфортные, удобные условия для учителя с целью более высокого качества преподавания различных предметов на повышенном уровне. Второй год подряд управление образованием проводит работу по внедрению современной форм информатизации системы образования. И хотелось бы, чтобы этот процесс в этом году был более на высоком уровне и более качественный. Мы находимся только в начале пути, но уже сделано немало. Мы внедряем активно электронные учебники и благодаря нашим учителям, которые разрабатывают программы различные, применяют современные формы преподавания с привлечением информационных технологий, в том числе и интерактивных досок, различных новых технологий. И мы, конечно же, видим, что это отражается на качестве образования в Гомельской области. Сергей Иванович, а есть ли среди специалистов Гомельщины учителей такие, чьи имена известны за рубежом? Да, это действительно так. В СУС не сходит такое имя, как Геннадий Короткевич, выпускник нашей гимназии номер 56 города Гомеля. И вот его успехом, конечно же, сопутствовала работа и прекрасного учителя, кандидата наук Долинского Михаила Семеновича, который по настоящее время работает в средней школе номер 27 города Гомеля, учителем информатики. Достаточно хорошо сегодня будут знать имя Струка Александра Николаевича, учителя математики гимназии номер 51 города Гомеля, который подготовил победителя Международной олимпиады по математике, бронзовая награда, Дубовик Егор. Прекрасные результаты показывает по русскому языку и литературе Жадейка Жанна Фёдоровна, учитель русского языка и литературы гимназии номер 14 города Гомеля. Ну и многие-многие другие учителя, которые причастны к победам на международном уровне наших ребят. И надеюсь на то, что количество имён и открытий наших учителей с каждым годом будет увеличиваться. И мы услышим новые имена победителей международных олимпиад, республиканских олимпиад, талантливых молодых учителей. И я уверен, что на Гомельщине работает большое количество учителей, способных подготовить ребят на международном уровне и прославлять нашу Гомельщину, нашу Республику Беларусь во всём мире. Сергей Иванович, а что бы Вы хотели пожелать учителям в преддверии их профессионального праздника? Для меня самым тёплым и близким праздником всегда являлся День Учителя. И этот праздник, который связан с детством, когда приближается этот праздник, ты вспоминаешь свои школьные годы, своих учителей с благодарностью, с уважением. И поэтому в День Учителя я хочу искренне поздравить всех учителей, всех работников системы образования Гомельщины с этим прекрасным праздником. Учитель – это человек, который отдаёт часть своего сердца, часть своей души, те знания, которые он имеет своим ребятам, своим ученикам, и убеждён, что формирует настоящую личность нашего государства с тем, чтобы ребята после окончания средних школ, гимназий, лицеев, включаясь самостоятельно в развитие народно-хозяйственного комплекса, приносили огромную пользу своему государству. Я очень благодарен Вам, дорогие мои коллеги, за Ваш труд. Я низко кланяюсь Вам от имени всех родителей, потому что и сам являюсь родителем, за то, что Вы делаете для наших детей. С праздником здоровья крепкого Вам, благополучия, успехов, новых творческих находок, побед, а самое главное – комфортности в Вашей работе, потому что работа учителя заслуживает особое внимание. А учитель, профессия – это человек, который заслуживает особого уважения и благодарности общества. С праздником, дорогие коллеги! Спасибо Вам большое за ответы и теплые пожелания. Спасибо, Сергей Иванович. До свидания. До свидания. До свидания. Напомним, на прямой связи со студией был начальник управления образования Гомельского обл. сполкома Сергей Иванович Порошин. Невозможно прожить жизнь и добиться в ней успехов без наставников. А если взглянуть на это с философской точки зрения, то учителя окружают нас каждый день. Это и наши знакомые, и наши друзья, школьные и университетские преподаватели, наши коллеги по работе, наши родители, ну и, конечно же, наши дети. Но чтобы это осознать, нужно уметь учиться друг у друга. Конечно же, ну а еще обладать такими качествами, как внимательность, трудолюбие и целеустремленность. У нас в гостях учитель математики гимназии номер 51 города Гомель Александр Струк и его ученик, бронзовый призер международной олимпиады по математике в Таиланде 2015 Егор Дубовик. Здравствуйте, уважаемые гости. Александр Николаевич, поздравляем Вас с наступающим праздником. Всего Вам самого хорошего. Присаживайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, присаживайтесь. Егор, начнем, пожалуй, с тебя. Скажи, ты ожидал вообще, что добьешься такого результата на международной олимпиаде по математике? Ну, конечно, какие-то планы и надежды были. Без этого вообще не стоит ехать. Но все-таки был приятно удивлен, когда узнал, что получил медаль. Какие вообще были впечатления? Вот олимпиады сложно было, не сложно. Может быть, ты ожидал оказаться в победителях? Ну, было очень сложно. Было большое волнение, потому что 500 участников было на олимпиаде. Около 100 стран. И когда всех посадили в одном зале, я стал очень волноваться и переживать. Но вот все закончилось хорошо в итоге. Что тебе все-таки помогло добиться такого результата? Ну, наверное, поддержка родителей, учителей и знакомых. Скажи, а опыт, такой опыт, прибавил тебе уверенности в себе? Да, конечно, прибавил, потому что сейчас вот олимпиады уже другие кажутся мелкими. И идешь туда с большой уверенностью в победе. Какой момент тебе больше всего запомнился? Может быть, были какие-то такие ситуации, которые прибавили волнение, расстроили? Ну, наверное, в принципе, вся олимпиада прошла под таким девизом волнения. Поэтому особых моментов не выделили. Сюрпризов не было? Сюрпризов нет, не было. Все было. Тише да гладь. Ну, а теперь какие уж планы у такого великого математика? Ну, подготовиться к следующей олимпиаде. Она к слову. Пройдет в Гонконге уже в июле этого года. Александр Николаевич, а вы верили в успех своего воспитанника? Как вообще готовились к олимпиаде? Ну, мы готовились, начиная с сентября, сначала к городскому этапу, потом постепенно к областному, к заключительному этапу. Ну, и, если честно, я верил, что Егор победит, привезет медаль. Волновался, конечно, но я больше волновался на заключительном этапе, поскольку там решалось, кто попадет в отбор на международную. И для того, чтобы попасть в отбор, Егору нужно было опять занять, как и в восьмом классе, первое место. Он благополучно справился с этой задачей. Потом было проще, конечно, но все равно волнительно. Вот. Я очень рад, что он достиг такой результата, хотя, конечно, есть, и он сам знает, есть еще куда расти. Да, если бы не было куда расти, было бы неинтересно, конечно. Скажите, а много ли занимает время, чтобы подготовить олимпиадника? Какие это силы, какие энергозатраты? Сколько нужно уделять часов математике каждый день? Ну, на самом деле, достаточно много времени. Это занимает и учителя, и ученика. То есть, примерно, если готовиться к олимпиаде такого достаточно высокого уровня, как областной этап или заключительный, то где-то час твоей подготовки идет на час работы с детьми предварительной. То есть, если у вас занятие часа четыре, то три-четыре часа вам нужно посвятить для подготовки. С какого класса вы начали заниматься с Егором? Ну, так, глобально начали с шестого класса, но в пятом классе я взял этот класс 51-й гимназии. Это мой класс, где я являюсь классным руководителем, и у нас класс такой математической направленности. Вот Егор в пятом классе показывал хорошие результаты, но в шестом уже переключился на математику полностью. Егор, математика – это твое единственное увлечение? Либо есть еще, может быть, другие предметы? Знаем, что ты не только участвовал на Олимпиаде по математике. Да, есть другие увлечения. Например, я люблю играть в настольный теннис с друзьями или в футбол. Еще мне нравится физика и английский. Ты сразу чувствовал, что у тебя способности к этому предмету? Может быть, не сразу, наверное, понял? Не хватало каких-то усилий, либо наставника нужного, чтобы это осознать и начать заниматься? Нет, я всегда считал, что в математике я не талантлив, поэтому просто пытался много времени уделять предмету, он мне нравился. И вот, чтобы добиться таких результатов. Александр Николаевич, в этом году на августовской конференции вас отметили, вручили вам какую-то награду. Расскажите об этом. Ну, это была премия Гуменского областполкома. Мне вручал губернатор нашей области за подготовку шести победителей заключительного этапа Олимпиады по математике. Что за ребята? Где они? Ну, трое ребят из моего класса. Вот Егор один из них, Егор, Юля и Варя, двое помладше. Сейчас они в девятом классе. И Вова Фокин у нас окончил гимназию, окончил золотую медалью. И обладатель 100-бального аттестата. То есть у него по всем предметам 10 баллов в аттестате. Уважаемые гости, в эти дни во всех, без исключения школ, празднуют День Учителя. Очень красиво, торжественно. Я посетила несколько школ, посмотрела, как ребята готовятся, как ждут учителя. Вот предлагаю посмотреть вам сюжет, который у нас получился. Внимание на экран. Приближается праздник День Учителя. Учителя – это те люди, которые учат нас на протяжении 11 лет. Они дают нам знания, напутствие нам на жизнь, помогают выбрать дорогу в жизни. Поэтому они заслуживают этого праздника. Многим учителям нужен отдых, потому что они целый год трудились, трудились, давали нам новые знания. И мы их должны как-нибудь отблагодарить. Думали-думали ребята из 27-й школы, как отблагодарить своих уважаемых учителей. И, наконец, придумали. Праздничная программа в школе расписана по минутам. В нашей первой сталинской железнодорожной, а к тому же в школе мира, это мероприятие всегда традиционное. С 7 утра наши ребята в нашей красивой миротворческой форме встречают всех педагогов, которые заходят в школу, и вручают им обязательно шарики и открыточки. Если бы видели учителя, с каким усердием и старанием эти крохи делают подарки своими руками, наверняка простили бы им многие шалости. Единогласно ребята считают, что праздновать день учителя просто необходимо. Потому что если его не праздновать, то тогда учительницы наши будут расстроены. Я желаю им счастья, здоровья, чтобы они ни на одного ребёнка не кричали, и чтобы они всегда были хороши. Буду своего учителя поздравлять. Буду желать здоровья, счастья, и чтобы у него всё получалось. На время праздника в школе введён День самоуправления. Наставники передают свои полномочия старшеклассникам. Вообще, к празднику педагогов в школе готовят целое торжественное мероприятие. Это и праздничный концерт с поздравительным номером от каждого класса. Свежий выпуск школьной газеты, однако, откроет новые грани талантов и увлечений педагогов. Ждут в День учителя в школе и дорогих ветеранов, которых за почти 80-летнюю историю школы собралось немало. Настроение будут создавать многочисленные праздничные плакаты и стенгазеты. На волну позитива будет настроено и школьное телевидение. Поздравить учителей с праздником смогут все желающие. Хочу поздравить не только своих коллег, но и всех педагогов Республики Беларусь с этим замечательным осенним праздником. Пожелать им творчества, чтобы оно через край било. Пожелать им, конечно, крепкого здоровья, понимания со стороны и коллег, и родителей, и учащихся. И самое главное – школа мира. Мы всегда желаем мира. Я желаю, чтобы учителя никогда не болели, всегда были здоровыми, и чтобы у них было много-много счастья, и чтобы у них все всегда сбывалось. Чтобы у них было много подарков, и чтобы у них было много счастья, много хорошего всего и радостных дней, дедников. Я обещаю, что я буду хорошо учиться. Подготовка к празднику идет в каждой школе. Ребята используют каждую свободную минутку. Так в третьей школе учащиеся военно-патриотических классов репетируют вальс в качестве подарка любимым учителям. Сюрпризом для педагогов станут поделки из соленого теста. С ребятами из кружка «Умелые руки» мы сделали картину из батика «Дни учителя». Поздравляю всех учителей. А учителя, по словам ребят, у них самые лучшие. Хорошие. Любимые. Красивые. Добрые. Я к «Дню учителя» готовлю музыкальный подарок. Подарок всем учителям. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям ребят. Уважаемых коллег поздравляю с таким прекрасным, замечательным праздником. Творческого всем вдохновения, благополучия, успехов, здоровья. Пришла учительница в класс, сама чуть-чуть постарше нас, и провела такой урок, что все забыли про звонок. А нам хотелось больше знать, и взрослыми быстрее стать, и выбрать жизни верный путь, и в будущее заглянуть. Быть может, кто-нибудь из нас войдет вот так же в школьный класс и проведет такой урок, что все забудут про звонок. Вот так вот готовились ребята к празднованию Дня Учителя. Расскажите, как у вас сегодня этот день прошел? Наверняка тоже в своей гимназии отмечали празднование. У нас в гимназии День Учителя совпал еще с одной знаменательной датой. Дело в том, что наша гимназия 30 лет со дня образования, как учреждение образования. Поэтому у нас сегодня был... Да, у вас двойной праздник. Да, двойной праздник. Поздравить двойне. Да, у нас был большой концерт, куда приглашались и ребята, вот Егор и наш класс, и ветераны педагогической труда, и родители. И также был День Самоуправления. На наших детей мы можем спокойно оставить гимназию даже не на один день. Как это здорово, да? Будь уверенными в своих воспитанниках. Егор, а вы как вот со стороны учеников, как вы готовились? Ну, мы тоже подготовили учителям некоторые подарки. Еще я проводил уроки математики, вот, и мы подготовили видеоролик для своих учителей. Здорово. Как ребята младшие? Слушались тебя, старшего? Да, слушались. Все получилось. Замечательно. Ну, надеемся, что мы еще услышим о твоих успехах немало хорошего. Егор, может, ты посоветуешь своим одноклассникам, друзьям, просто школьникам, как нужно заниматься математикой, сколько уделять часов в день, может быть, секреты с успеваемостью? Ну, наверное, особых секретов нет. Нужно учиться как можно больше. И, наверное, планку во время не нужно ставить, потому что, прежде всего, для меня математика – это такой предмет, который дает мне некоторый отдых в душе. Я могу спокойно решать задачи, которые доставляют мне удовольствие. Поэтому нужно решать как можно больше. И в первую очередь для себя. Да, важно еще быть настроенным. Человек относится к работе как к праздник на душе. Нравится, да? Конечно. Самое главное – это его любимое дело. И он должен этим заниматься, что бы ни происходило в твоей жизни. Скажите, Александр Николаевич, если вот видно, что у ребенка есть задатки, как так вот сделать, чтобы на корню их не пресечь, они развивались? Наверное, здесь большая ответственность, львиная доля ответственности на родителей ложится. Ну, здесь ложится ответственность на всех, конечно. Но родителям нужно помнить о двух вещах. Не перегрузить ребенка, потому что можно отбить у него интерес, даже если у него есть задатки. И это очень важно. Это очень важно, да. И второе – это не пытаться ребенку объяснить все. То есть, фактически, если есть такие родители, которые разъясняют, разъясняют, разъясняют даже сложную задачу, фактически разжевывают ребенку эту задачу. Он решает, он уверен, что решил он, хотя следующую такую он сам не сделает без помощи родителей. Вот, давай чуть больше самостоятельности. Да, кстати, в предыдущей передаче говорили мы с учителями об адаптации, и что вот такую медвежью услугу не стоит оказывать детям, уже перебарщивать, делать за них работу, домашние задания. Егор, тебе математика непременно пригодится в будущем, а ты уже решил, каким она будет? Нет, я еще не решил, но планирую поступить в Беларский государственный университет на факультеты, связанные с математикой. Мы тебе желаем успехов. Только успехов. Да, уверены, что еще твое имя мы услышим и будем все гордиться этим, что знаем тебя, общались с тобой. А вам, уважаемый Александр Николаевич, хочется сказать большое спасибо за ваш труд, пожелать вам успехов, творческих побед не только у нас в стране, но и за ее пределами. Да, спасибо большое за то, что вы растите таких талантливых детей, это большой, конечно, ваш труд. Счастья вам, здоровья, благодарных, хороших, послушных учеников. Всего самого хорошего. Всего доброго. И до стяжения. До свидания. До свидания. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Добрый вечер всем, кто только что к нам присоединился в эфире программа «Добрый вечер, Гомель». И мы продолжаем праздничный эфир, посвященный Дню Учителя. Традиция празднования Дня Учителя появилась еще в США в 1953 году благодаря одной инициативной учительнице, которая написала письмо президенту о том, что труд педагогов всех должен быть оценен на самом высоком уровне. Прошло практически 10 лет, прежде чем дата праздника была установлена. В Советском Союзе этот праздник утвердили только в 1965 году. У нас в студии сегодня в гостях человек, который помнит, как начинали праздновать День Учителя. Мы представляем нашего гостя. Это ветеран педагогического труда, отличник образования Республики Беларусь, председатель районного совета ветеранов педагогического труда Надежда Давыденко. Надежда Адамовна, добрый вечер. Добрый вечер. Надежда Адамовна, и позвольте вас поздравить с вашим профессиональным праздником и подарить этот скромный букет. Спасибо, спасибо. Надежда Адамовна, итак, какое ваше настроение в преддверии профессионального праздника? Настроение отличное, радостное, но немножечко грустное. Радостное потому, что я живу в прекрасном городе. Он стоит, утопая в садах, там, где Днепр обнимается сожем. Не равня он большим городам, но великий по-своему тоже. И немножко грусти. Грусть о том, что уходят годы. Что ты больше, школьный звонок не зовет тебя в класс. Ты каждый день не встречаешь своих учеников. Не можешь заглянуть им в глаза и сказать, здравствуйте, дети. И спросить, как живете, мои милые? Надежда Адамовна, ну грустить ни в коем случае не надо, потому что мы знаем, какая у вас сейчас активная жизненная позиция. Об этом мы поговорим чуть позже. Кстати говоря, хочу сказать, что такие прекрасные строки, Надежда Адамовна прочитала, говорила она о родном городе Лоеве. Ну, надеемся, ваши ученики тоже по вам скучают, грустят и вспоминают добрым и теплым словом. Надежда Адамовна, расскажите, пожалуйста, как в свое время вы выбрали именно профессию учителя? Знаю, что у вас в семье целая династия педагогов. Расскажите, пожалуйста. Профессию учителя я выбрала не случайно. С малых лет знала, что учитель – это человек уважаемый в деревне. Он учит детей. А дети – это будущее, они строят государство. Человек образованный, он умел общаться с людьми, он всем помогал. И еще у нас через улицу была школа. И вот в школе жизнь кипела, бурлила. И я еще, будучи маленькой, сравнивала это с Ульем, где живут пчелы. А директор школы – это самая большая пчела, которой всеми командовал. Я часто бегала на школьный двор, часто учителя приходили к нам домой. И так получилось, что я выбрала эту профессию. В семье же у вас были еще педагоги, да? Вот. Ну, жизнь сложилась так, что надо было мне жить в городе Лоеве. В городе Лоеве по приезду я работала инспектором отдела образования. Потом, по семейным обстоятельствам, перешла на работу в школу. Почти всю работу работала замдиректора по воспитательной работе. Эту же школу, ныне она гимназия, закончили мои дети, закончили мои внуки. Дочь моя – учительница по профессии, внучка моя – учительница. Закончила Лоевское педучилище, теперь работает в 72-й школе города Гомеля. Значит, выбор этот не случайно. У нас уже династия. Никто никого не заставлял идти на эту профессию. Так получилось. По любви, по согласию. Я думаю, что Надежда Адамовна подала с собой хороший пример. Я хотела сказать, потому что я, как из ваших слов, поняла, вы первая в семье, кто стал. В семье, да. Представьте, дочка, внучка по вашим стопам. Говорит о том, что действительно достойный пример был для подражания. Чем вас так увлекала ваша профессия? И, наверное, до сих пор, судя по вашим словам, увлекает и заставляет вспоминать об этом. Это любовь к детям. Еще любовь к труду. Чтобы учить и воспитывать детей, надо много трудиться. Трудиться, размышлять, думать, сопоставлять, читать, сравнивать. Чтобы прийти к хорошо подготовленным урокам, надо много потрудиться. Это труд души, труд ума и все, что можно к этому приложить. Как складывалась ваша профессиональная карьера? Какие награды, может быть, самые приятные моменты, о которых хотелось бы вспомнить? Когда я работала, я по образованию учитель начальных классов. И долго работала учителем начальных классов. Старалась, меня замечали. Вот в Лоев я переехала и сразу начала работать инспектором отдела образования. Мою работу тоже заметили, оценили. Меня есть грамоты Министерства просвещения, Республиканского комитета профсоюза. Потом я перешла в школу, оценили мою работу и наградили меня значком «Отличник образования». Работая заместителем директора по воспитательной работе, это очень тяжелый труд. Труд днем и вечером и ночью. Делаешь одно, а в голове составляешь сценарии других праздников, других мероприятий. Это огромная работа с родителями, посещение родителей на дому. Это и учительские патрули, когда мы вечерами ходили в клуб проверять, помогать, чтобы детей никто не обидел, чтобы они не были долго на улице. И разные мероприятия, встреча гостей, обмен опытом. Ну и заодно работу мою оценили, обобщали опыт Института совершенствования учителей Гомельский. К нам приезжало много гостей. Ну и так в этой должности я работала до самой пенсии. Вы говорите, вас всегда замечали. Это же неудивительно, когда человек на своем месте, когда он добросовестно выполняет труд, конечно, всегда замечает и отмечает. Надежда Адамовна, а если вспомнить, вот как раньше учителя работали, как сейчас, сравнить те времена и эти, может быть, и образ учителя, и отношение к работе? Может быть, больше стало обязанностей, каких-то ответственных моментов, на которые уделяют внимание свои учителя? Вы знаете, изменилось много. Изменилась сама школа, изменились учебники, изменились программы, изменилось и отношение детей к школе. Раньше в школе, когда вот я начинала работать, учили, что мы? Мел, трапочка, доска, деревянные палочки, учебники. А сегодня компьютер, не удивишь уже даже ребенка в первом классе. Не только не удивишь, но это обязательная форма учения. Обязательно, да. Интернет. Все изменило в школе. Но роль учителя, как было учить его величество народ, так по сегодняшний день она и осталась. Думаю, и когда-то, в давние годы, учитель был уважаемый человек. И хочу сказать, что сегодня тоже учителей уважают, к ним относятся. С уважением. Доброжелательные родители всегда. Так что учитель во все времена был, есть и будет учителем. Он закладывает основу будущего. Надежда Адамовна, скажите, может быть, вы помните свой первый день учителя, как праздновали? Как он прошел. Вы знаете, помню, вот когда объявили этот праздник, ну, естественно, радость какая-то была, нас признали, праздник. И руководство школы, я была еще совсем молодой, но собрались вечером в школе. А когда-то в те времена вся интеллигенция деревни, все праздники отмечали в школе. Значит, были не только учителя, и председатель колхоза, и инженер, и медики, ну, кто был, интеллигенция села, все собрались. Директор школы выступил, ну, произнес речь, кого-то поблагодарил, кому-то вручил грамоту. Ну, а потом, как всегда, как это было заложено, песни, танцы. И, можно сказать, допоздна. И вот когда мы, ну, нагулявшись, так скажем, отметил праздник, шли домой, что запомнилось, что мороз, вот прямо мороз. И замерзла земля, а мы веселые, счастливые, радостные возвращались с праздника домой. Не обращая внимания. Вот такой был первый праздник. Слушайте, говорите, мороз, это в это же время, первое воскресенье октября? Да, да, да. Да, вот это даже погода изменилась. Да, вот это и запомнилось, наверное, больше, да. Мороз был. Конечно, все меняется, в том числе и климат. Как хорошо вы помните вот этот день, да, первый день. Но я предлагаю сделать небольшую паузу в нашей беседе и уделить внимание вот чему. В этом году исполняется 100 лет со дня образования Гомельского государственного учреждения образования колледж имени Льва Семеновича Выгодского. За это время его выпускниками стали более 17 тысяч учащихся. О том, как сегодня ведется образовательный процесс на Гомельщине и как у нас готовят учителей, внимание на экран. Доносящиеся звуки фортепиано из актового зала, репетиции на сцене молодежного театра и новые творческие работы студентов. Как и сто лет назад, образовательный процесс в Гомельском колледже имени Льва Семеновича Выгодского идет полным ходом. За почти вековую историю существования учебного заведения многое изменилось. Прежними остались высокий уровень подготовки преподавателей и фундаментальные принципы педагогики. Это наука, которая занимается воспитанием и формирует личность человека. Учитывая то, что мы воспитываем будущих педагогов, именно наши педагоги будут воспитывать будущее поколение, значит наши педагоги должны быть в первую очередь воспитанными. Сотни благодарственных писем от директоров школ за выпускников и отличные результаты самих учащихся позволяют колледжу по праву считаться одним из самых престижных среднеспециальных учебных заведений областного центра. Студенты побеждают на соревнованиях, а в области изобразительного искусства им и вовсе нет равных в республике. Уже 14 лет подряд на профильных конкурсах ребята занимают только первое место. То есть у нас вот такое стабильное устойчивое развитие, мы стоим на этом. Держимся традиций, но обязательно привносим новое, потому что скучно и учащимся повторять одно и то же, и мы не можем сидеть на одном и том же месте. Упор делается на практику. Только так, уверены преподаватели, из учащегося может получиться педагог. Очень понравилось, когда детей увлекла тема, когда им было интересно, тогда становится интересно и самой. Это очень увлекает. Уже на лекциях учащиеся начинают понимать, что без осмысления правильного мотива преподавательской деятельности в профессии будет нелегко. А он в первую очередь заключается в желании работать с детьми. Я очень люблю детей, много племянников, и было немножко сложновато, когда пытаешься им что-то объяснить, они тебя не понимают. Ну, из-за этой цели я, в принципе, пришла в этот колледж, чтобы могла правильно и, ну, объяснять детям, что они у меня спрашивают. Сегодня в педагогическом колледже имени Льва Семеновича Выгодского на очной и заочной формах обучения занимаются около 650 учащихся. И, по мнению многих преподавателей, талантливых детей меньше не становится. К столетнему юбилею готовим концертную программу, на которой покажем все наши таланты, всех наших учащихся. В концертах у нас традиционно участвуют и преподаватели, и учащиеся, и совместно мы играем с учащимся даже на двух роялях. Все, что нельзя сказать словами, можно передать музыкой. Например, даже если показать какую-нибудь погоду, какие-нибудь чувства, все это можно передать музыкой. Именно благодаря стараниям учащихся с 2014 года колледж является экспериментальной площадкой по устойчивому развитию, в рамках которой много времени уделяется вопросам экологии. Студенты учатся не только бережному отношению к окружающей среде, но и являются авторами различных проектов экологической тематики. Мы должны у подрастающего поколения воспитать экологическую культуру. А так как наше учебное заведение является педагогическим, и мы воспитываем учителей, воспитателей, то мы должны воспитать экологическую культуру у наших учащихся, чтобы они, пойдя работать на свои рабочие места, тоже воспитывали эту экологическую культуру у своих воспитанников. История колледжа началась в 1915 году. А имя Львая Семеновича Выгодского, известного советского психолога, было присвоено ему в 1996-м. Опыт подготовки учителей богатейший. Чтобы перенять его на конференции, приезжают даже преподаватели из-за границы. Это накопленный опыт, действительно. Это действительно нам передала история. Мы, конечно же, ценим, гордимся и в великой ответственности за этот опыт. И мы обязаны не потерять его, а развивать и, наверное, соответствовать сегодняшним современным требованиям. Надежда Адамовна, вот колледж, о котором мы сейчас посмотрели сюжет, получила официальный статус «Экспериментальные площадки устойчивого развития с упором на экологическое воспитание». На Ваш взгляд, какие еще темы с молодежью стоит активнее затрагивать сегодня? Мне кажется, на историческое наследие нашей республики, своего района, своей деревни. Вот на это, мне кажется, надо обратить особое внимание. Я в своей практике на это тоже обратила очень хорошее, большое внимание. Почему? Будучи на пенсии, мы со своим советом ветеранов организовали, собрали материалы и открыли музей истории образования Лоевщины. Получилось неплохо. Все, кто приезжают, оставляют свои записи и очень довольны, посмотрев экспонаты собранные и выслушав рассказы. Это большой труд, конечно, но от этого и польза, какое-то удовлетворение, состояние души, что не забыли, что вспомнили, что помнят, что это память. И об учителе, которого уже сегодня нет, но память о нем живет. Да, вот вам удовлетворение. Представьте, какая польза молодежи, чтобы действительно историческая память жила и знали. Конечно. Мы проводим экскурсии в музее. Много к нам приезжает и учителей, и учеников. С малышами проводим экскурсии. Программа, естественно, разнообразна, что мы рассказываем учителям. Маленьким учащимся тоже, но уже по-другому, на своем языке, языке учителя. Мы это умеем, понимаем и правильно все преподносим. Да, Надежда Адамовна, хоть вы сейчас и на заслуженном отдыхе, но знаем, что активна у вас жизненная позиция. Немножко подробнее, может быть, о Совете ветеранов вашем, о вашей деятельности, чем вы занимаетесь. Ну, Советы ветеранов созданы в каждом районе. С 2000 года, это с начала, я возглавляю Совет ветеранов учителей Лоевского района. Уже на протяжении 15 лет? Да, да. С первого дня и по сегодняшний день. Знаете, если не знать работу, думать можно, что там делать? А если вникнешь в любую проблему, то работы очень много. Мы заботимся об одиноких ветеранов. Помогаем и словом, и делом. Занимаемся воспитанием молодежи. Помогаем адаптироваться ветеранам. Человек вышел на пенсию и растирался. Вот наша задача – помочь этому человеку, посетить его на дому. Есть ветераны-одинокие, которым уже за 80. Они так хотят общения, но практически его нету. Уходим, навещаем дома, рассказывают. Хочу, к примеру, провести. У меня есть одна любимая, уважаемая учительница. Ей уже 84 года. Она не один раз была на ваших передачах. Елена Тимофеевна Пинчук. Она очень хорошо знает историю Лоева. Понимаете, вот она меня подпитывает. Если я к ней прихожу, мы садимся, мы ни о чем больше не говорим, а только говорим, что, где, когда и как. Она собирает все материалы. Очень много материалов отдала в наш музей истории образования. И так, ну, я стараюсь раз в неделю к ней пойти и ей о чем-то рассказать, поговорить, и больше от ее услышать, чтобы она рассказала. Потом я эти ее знания несу дальше. При экскурсиях в музей рассказываю другим людям, чтобы они знали. Вот этот замечательный человек. Да, преемственность поколений. И более младшим тоже рассказываете, чтобы они продолжали тенденцию. Да, в ее фотографии она сделала замечательный альбом, который можно даже показать на телевидении об учителях Лоева, которых уже нет. Но память и их дела, они остались. Еще у меня есть замечательный человек, Ольга Ивановна Брехун, с которой мы вместе и создавали музей, с которой вместе работаем, советуемся по всем вопросам. И все члены совета, потому что, ну, подбирали по душе, потому что бы человек был ценен, и работа его была ценна в совете. Не просто... Да, союз у вас единомышленников, который делает одно большое и очень нужное дело. Большую работу провели по подготовке к 70-летию Великой Победы. Вот создалась у нас такая идея, мы осуществили, мы собрали материалы о детях войны. Учителя, ныне живущие еще, которые в годы войны были детьми. И я в том же числе. Я родилась в 43-м году в городском поселке Октябрьский, в партизанском отраде имени Коваленки. Вот, я тоже дитя войны. И мы собрали материал и выпустили, так скажем, мягкую книгу. Ну, своим способом. В отделе образования отпечатали, редакция помогла немножко. Это безвозмездно. Ни за какие деньги. И вы знаете, насколько интересные материалы. Где рассказывали люди сами, где ходили учителя, члены совета, спрашивали рассказы, это все записывали, это получилось душевно. Надежда Адамовна, у вас такой богатейший опыт преподавательской деятельности, организаторской деятельности. Ваши советы учителям, вот, сегодняшнего времени, может быть, даже наставления, какие они? Вы знаете, учителям молодым, скажем так, да, сегодняшнего времени. Да, конечно. Я хочу пожелать, чтобы они, раз попали в учительскую профессию, чтобы они ее любили. И заодно будут любить свою профессию, они будут любить детей. Без этого учитель не состоится. И еще надежды, веры и любви. Без этого ни человек, ни учитель тоже не состоится. И последнее, доброты. Только добрый человек воспитает добром себе подобного, то есть доброго человека. И так пойдет дальше. И я думаю, я даже в этом убеждена, что только доброта спасет мир. Спасибо вам огромное, Надежда Адамовна. Я думаю, что к советам Надежды Адамовны можно прислушаться не только преподавателям Домнинской области, но еще и каждому человеку, живущему на этой земле. Спасибо вам огромное, Надежда Адамовна, за такой интересный разговор. За такой интересный разговор. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Поздравляем вас с праздником, долгих вам лет жизни и плодотворной дальнейшей работы на благо всех, кто вас окружает. Спасибо большое. Я тоже всех, и вас в том числе, поздравляю с праздником. Праздник этот народный праздник, не только праздник учитель. Да, мы сегодня, Саша, об этом говорили, что это праздник абсолютно всех. Потому что от каждого дома проложена тропинка к школе, к учителю, к сердцу учителя. Кто-то учился, кто-то учится, кто-то будет учиться. Поэтому этот праздник народный. А большинство из нас не забывает учителей. Да, не смейте забывать учителей. Они о вас тревожатся и помнят. И помнят, да. Спасибо вам. Всего вам самого доброго. И до свидания. До свидания. До свидания. Учитель – это человек, от которого зависит очень многое. Родители часто не могут уделять детям столько внимания, сколько тратят на них учителя и преподаватели. У нас же сегодня в студии человек, который не только максимум внимания уделяет своим ученикам, но и своим детям. Это директор гимназии города Будо-Кошелёва Анна Василенко. Анна Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер. И Анна Михайловна, хочется сразу вас поздравить с днём учителя. Пусть эти цветы украсят сегодняшний праздник. Спасибо большое. С праздником вас. Анна Михайловна, для начала скажите, пожалуйста, сколько лет вы работаете в должности директора гимназии и кем может быть до этого, как начинался этот годовой путь? Мой педагогический стаж начался в 1999 году в должности учителя Кривской средней школы. Это школа, где мой муж сейчас работает директором. А с июля этого года я была назначена в должность директора гимназии города Будо-Кошелёва. Но в этой должности сейчас и работаю. Как вам удается совмещать такие важные роли, как многодетная мама и руководитель? Откуда берёте силы? Где их черпать? Скажем, для вступления, что Анна Михайловна у нас не только замечательный руководитель, но ещё и мама многодетная. У неё три сына-богатыря, двое из которых Дмитрий Иванович сегодня на студии. Практически футбольная команда. Да, да. Вот, поэтому, да, действительно, Анна Михайловна, как удается вам совмещать такие роли? Важные. Ну, вы знаете, вот семья – это вообще самое дорогое, что есть у человека. Я считаю себя вдвойне счастливым человеком, потому что у меня не только моя личная семья, часть из которой присутствует здесь на передаче, но у меня ещё и большая педагогическая семья. И я вообще привыкла так вот работать, чтобы людям было комфортно, тем, которые рядом со мной, в том числе и в семье, чтобы людям было удобно в сотрудничестве. И поэтому не разграничиваю интересы своей семьи либо интересы педагогического коллектива, потому что на работе они как раз-таки тесно переплетаются. И от того, насколько будет успешен мой педагогический коллектив, в каких они вырастут выпускников, будет зависеть в том числе и судьба моих детей, насколько они будут успешными в своей жизни. Поэтому у меня как бы два в одном получается, очень удобно, и я работаю на успех своего коллектива. А это, соответственно, даёт позитивный импульс в развитии моей семьи. Вот тут на фотографиях очень много моментов, где дети на рыбалке, в пути, вот что-то готовят. Кто с ними больше занимается? Вы или всё-таки ваш супруг? Ну, в качестве готовки по дому, по огороду – это я. Да, мои дети, не скрою, прекрасно готовят. Да, старший сын готовит некоторые вещи даже лучше мамы, консультируясь у бабушки, да, ну и младшая вполне готова себя обслужить. Ну, а папа, естественно, уже занимается рыбалками, хозяйством, пчёлами, ну и остальными такими житейскими делами, которые требуют уже такого мужского труда. Времени хватает, ведь вы очень занятой человек, и ваш супруг в том числе. Да, согласна. Мы оба очень заняты, и дети первое время говорили, что «мам, зачем ты тоже пошла директором, теперь вас обоих нет на работе». Ну, сейчас это компенсируется тем, что дети оба младших сына учатся у меня в гимназии, поступили старше с папой, поэтому своих детей я постоянно вижу. Ну, и в продлёнке, вот мне ребёнок говорит, что «мам, ты в продлёнке уже мама, а так ты на работе целый день директор, тебе не подойти». Анна Михайловна, скажите, а что для вас приоритетно? Вот так вот с первого взгляда и не скажешь, потому что настолько значимы ваши роли, вы не просто учитель, вы директор, и не просто мама, многодетная мама. Что ставите на первое место? Есть у вас какое-то такое главенствующее? Приоритет. Вы знаете, это, наверное, зависит от времени суток. Утром на работе это для меня коллектив, да, ну и в том числе мои дети. Вечером это, конечно же, на первом месте моя семья. И когда я вижу блеск в глазах своих детей, что им всё нравится, интересно, у них есть саморазвитие. Или когда я вижу на работе вот блеск в глазах своих педагогов, да, что им тоже комфортно работать со мной, стараюсь создать для этого всё условие, каждому подойти вот индивидуально, узнать его проблемы, потому что я ещё только начинаю знакомиться с ними, и многих открываешь просто вот для себя. И когда вот чувствуешь интуитивно, вот, что человеку с тобой удобно, и ему нравится, это вот придаёт импульс, вот, и силы, и хочется делать ещё лучше, в том числе и для своих детей, ну и для всех наших детей, потому что детей у меня там 315 человек, и для каждого из них, и для каждого педагога, и для каждого этого ребёнка нужно быть мамой. Если раньше у меня было трое своих маленьких детей, и мой класс, когда я учителем работала, то сейчас у меня взрослые дети ещё появились, порядка 60 человек. Ну вот приходится всех обогреть. В общем, вы не разделяете. Да. Виоритеты. Ну, я думаю, что это невозможно разделить. Это всё вместе в комплексе, и тогда это работает. Анна Михайловна, познакомьтесь со своими детьми. Чем они увлекаются? Со мной сегодня присутствует мой средний сын, Дмитрий. Дмитрий у нас определился уже в жизни. Он мечтает стать военным. Вот так. Не знаю, как эта тенденция сохранится, да. Ну, у него и голос такой... Командирский. Да, да. Командует младшим братом дома, воспитывает. Я говорю, тебе в политику, наверное, лучше, потому что оратор вот так. И старший мой сын, Иван, мечтает стать конструктором, техником. Ну, вот это его интересует. Постоянно папе помогает машину ремонтировать. Вот что-то мастерить, такое вот что-то, да. А третий ваш сын? Третий сын, это мой маленький Григорий, да. Остался у нас дома сегодня с папой. Восемь лет ему. Но он ещё как-то не определился. Ему пока нравится всё. Он познаёт жизнь. Это нормально. Да, да, да. Такие разносторонние интересы. Это говорит о том, что увлекают, занимают детей, да, и разные интересы у детей. Дим, скажи, пожалуйста, мама на работе как у вас? Строгая? А дома не переносится это домой? Мама на работе строгий учитель. Мама такая же на работе как дома, либо она отличается? Ну, конечно же, дома мама добрая, хорошая, и немножко напоминает учителя, когда мы делаем уроки. Ну, а как же без этого? Она хочет, чтобы мы добились лучшего в жизни, чтобы мы выросли умными, очень добрыми людьми. Это дома она такая. А в школе? Ну, в школе, соответственно. В школе, соответственно, она мне директор, но когда уже подленка, то она мне становится мамой. Она приходит, забирает меня с моим младшим братом Григорием, и мы едем домой. Дома мы готовим все вместе ужин, едим. То есть мама, в принципе, она полдня преподаватель, директор, а потом она становится мамой. Как здорово, да? Тут материнские чувства не отнять. Иван, расскажи о себе, чем ты увлекаешься? Я увлекаюсь велоспортом, рыбалкой. Люблю там поездки всякие, походы. Где рыбачите в основном? Ну, в основном на озере, на речке, на Днепре. И как улов? Ну, когда как. Хороший. Иногда, когда хорошо пойдет, можно наловить килограмм пять рыбы. Неплохой. Это такая маленькая реклама телезрителям, что узнали, что на Днепре много рыбы. Клев хороший, да. Ребят, ну как вообще не жалеете, что как-то бы сложилась жизнь, что у вас родители педагоги? Но это труд действительно. Они много внимания уделяют работе другим детям. Вам достаточно материнской любви, заботы, внимания? Ну, хотелось бы немножко больше, но родители стараются уделять побольше внимания, приезжать раньше с работы. Анна Михайловна, где еще услышите правду, как не вот на передаче, да, будете мотать на ус? Ребят, у вас сегодня есть возможность, сегодня же День Учителя, вот буквально завтра, на днях послезавтра, поздравить своих учителей, родителей, в частности, Днем Учителя, пожалуйста. Дим, что бы ты пожелал учителям? И, конечно, за своей маме. Да. Ну, я бы пожелал своей маме и, своей, ей маме и своему папу всего самого наилучшего, чтобы у них было все на работе хорошо, ну и, конечно же, чтобы все складывалось в них. И я еще хочу поздравить всех своих учителей. Хорошо. И пожелать им жару, добра. И чтобы они были добрыми. Как многие дети ожидали сегодня в сюжете. И не задавали много заданий домашних, да? Иван, от тебя поздравление. Ну, от всех учащихся хочу поздравить учителей и сказать, что мы будем хорошо учиться, слушаться их. И поздравляю всех учителей, в первую очередь своих родителей, так как они тоже педагоги и директора. Поздравить с всем учителя. Спасибо. Анна Михайловна, ну, наверное, тоже у вас целый коллектив педагогов. Хочется вам поздравить, пожалуйста. Да, не только свой коллектив, но и всех учителей. Я хочу поздравить с наступающим праздником. И хочу пожелать, пусть этот год пролетит для всех на крыльях успеха. Пусть каждый из нас будет успешен. Пусть мы будем успешными педагогами, мы будем давать успешные уроки. И на выходе у нас будет успешный выпускник, который сможет занять достойное место в своей жизни. Спасибо, Анна Михайловна. Мы вас тоже поздравляем с праздником. Здоровья вам крепкого, счастья. Успехов, такого же энтузиазма и дальше, чтобы вас хватало и на работе, и для детей в семье. Всего вам самого хорошего. Я уже делилась с Сашей впечатлением, когда увидела фотографию вашу, что необычно очень красивая женщина. Поэтому оставайтесь такой же цветущей и дальше. Всего вам самого доброго. Мы на телезрителе напоминаем, что у нас в гостях была директор гимназии города Будокошелёва, Анна Василенко, вместе со своими сыновьями. Всего доброго. Анна Михайловна, Дмитрий Иванович, до свидания. До свидания. Спасибо. Что ж, праздничный эфир передачи «Добрый вечер, Гомель», посвящённый Дню Учителя, подошёл к концу. От всей души поздравляем всех учителей с профессиональным праздником. Желаем вам, дорогие педагоги, крепкого здоровья, счастья, старательных и благодарных учеников. В День Учителя желаем вам запастись позитивных эмоций, чтобы их хватило на весь учебный год. Музыкальной точкой нашей передачи станет музыкальный подарок для всех педагогов в исполнении образцовой вокальной студии «Нюанс». Руководитель Инна Сорокалетова, победитель областного конкурса профессионального мастерства среди учителей музыкальных школ, учитель года 2012. Всем приятного вечера. До свидания. Школа смотрит добрыми глазами И сияет взгляд от чистоты Наполняет небо голосами Украшает красками холсты С самого начала объяснила нам Что душа дороже серебра Наша школа самая любимая В колыбе искусства и добра Ты даришь звуки, ты даришь краски И оживают детские сказки От классики до рок-н-ролла Все дарит любимая школа От классики до рок-н-ролла Все дарит любимая школа Высоки и помыслы, и чувства И бегут твои ученики Храм благословенного искусства Быстрой стайкой на перегонки Это дверь открытая для каждого И покуда вертится земля Самое заветное и важное Открывают нам учителя Ты даришь звуки, ты даришь краски И оживают детские сказки От классики до рок-н-ролла Все дарит любимая школа От классики до рок-н-ролла Все дарит любимая школа А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а